Hello, beautiful people! Всем привет, с вами Кэт, Кэт Кена, и пришло время подучить английский. Хотелось бы вернуться к рубрике, которая, наверное, будет теперь моей любимой. Называется она А как сказать? Очень часто меня это спрашивают, поэтому давай-ка сделаем ее регулярной, я так думаю. Выражений будет несколько сегодня. Начнем с очень модного сейчас здесь в России выражения А что, так можно было? Ну, в английском оно не будет иметь этого комического и такого вроде как крылатая фраза значения, но просто чисто грамматически, а что, так можно было? Можно выразить так А что, так можно было? Была такая опция, была такая возможность. Вот так дословно это переводится. И, кстати, сразу оговорюсь, естественно, любую фразу можно перевести многими способами. Я сейчас не буду озвучивать все 500 миллионов способов на каждую фразу, просто я выбрала 1-2 на каждый пример, и надеюсь, что тебе это поможет в следующий раз, когда тебе нужно будет спросить иностранца А что, так можно было? Ты будешь знать как. Следующая фраза На самом деле в английском есть очень похожее выражение Дословно означает делать кому-то мозг или раздражать кого-то Хорош делать мне мозг Или Какой-то шум ты слышишь и говоришь, слушай, что это? Что это? Он мне с ума сводит. Что это за шум? Где это? Что это? Следующая фраза Не истери Тоже можно сказать по-разному, можно сказать chill out Или, мне кажется, точнее будет сказать Stop freaking out Потому что freak out это как раз вот этот момент истерики, когда человек немножко теряется во времени и пространстве И, собственно, истерит Stop freaking out Не истери Едем дальше Соберись, тряпка Вот слово тряпка, к сожалению, по-английски здесь будет очень не к месту и непонятно и не нужно Поэтому фраза будет звучать как pull yourself together Что, в принципе, и означает соберись Часто слышу ошибку put yourself together и какие-то еще варианты Нет, именно pull, потому что pull означает дотянуть на себя То есть прям буквально pull yourself together Соберись Вопрос Во что я ввязываюсь или во что я ввязался Во что я ввязываюсь в настоящем времени What am I getting myself into Или то же самое выражение в прошедшем времени What did I get myself into Во что я ввязался На что я подписался Так, два пальца об асфальт Замечательное выражение Если перевести его дословно, естественно, иностранец будет в шоке Он не поймет, почему тут пальцы, асфальт, вообще что происходит Тем более и по-русски это выражение раньше было не про асфальт совсем Ну так вот, два пальца об асфальт В значении, что что-то очень просто Я бы перевела как piece of cake Кусок торта, тоже казалось бы, да Но вот они переводят это именно так When something is a piece of cake Это означает, что что-то очень просто Еще есть такая детская рифма, которую все знают Easy peasy Ее можно удлинить Easy peasy lemon squeezy Тоже означает, что это очень просто Ну и закончим на Не парься Не бери в голову Сказать это можно, опять же, по-разному Ну самое простое, пожалуй, будет Don't worry about it Не парься Или, как пел когда-то Мика Relax, take it easy Вот это relax, take it easy Это тоже не парься, расслабься Ну что же, на сегодня все в рубрике А как сказать, будет еще И учи английский с Puzzle English Всем спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok